Доброго времени суток, дорогие детишки! Осталось мне сегодня забороть ещё один видосик. Ну, чтобы квоту дня для отпуска сделать. Давай, не надо тормозить. Я знаю, что тебе плохо. Я знаю, что ты трое суток уже работаешь без передыху. Это не значит, что нужно умирать на каждом пикселе. Такое моё мнение. Стоп, а на кой хер я сюда иду? Я же отсюда и пришёл, по-моему. Из этого холодильника. Или что я сделал в прошлый раз? Я уже не помню. Я вообще уже потерял счёт дням и вообще чего происходит, не знаю. Я даже не знаю, в какой момент я уже запутался. В какой момент вы посмотрите это видео? Потому что у меня, например... Блядь, пёсик ёбаный. Я же не вижу ни хера. У меня, например, сейчас среда. 20, кажется, второй или что-то такое. А у вас и я понятия не имею. Даже не знаю, в какой момент вы его посмотрите. Если вообще. Нахер иди, блядь. Чё, в тех же местах будете вылезать? Судя по всему. На нахер, тварь. Ещё какое-то говно сейчас выйдет. Ну, серьёзно, что за херня, блядь? Да, ехать, хернетеатр. Так, только баллоны не взрывай. Рядом с которыми я стою. Это шахерца разберёт. Вдруг они действительно взрываются. Правда, не похоже, но... Ну, мало ли. Да, ком совсем плохой стал, бляга. Ну, ничего, ничего. Осталось ещё двое суток потерпеть. Потому что... А, нет, гоню. В пятницу у меня ни хера не будет времени. Ещё одни сутки потерпеть. Да. Пятница у меня будет время запилить в ложек, наконец-то. В котором всё и будет объяснено. В целом. Происходящее. А потом я пойду пить, потому что мне это уже необходимо. На этом этапе. Вот, и если... Если после этого... Ну, если вам кто-то говорит, что, типа, играть в игрульки, это так, херня какая-то, типа, и записывать их при этом. И выдавать более-менее обменяемые слова в эфир. Что это, типа, фигня всё? Ересь. Просто скажите ему, а ты сам, сука, попробуй три штуки записать хотя бы. Хотя бы три по тридцать. И подготовить к оплоуду на YouTube. Имея всего лишь один компьютер. Не самый первый свежести. А потом ты расскажи... Вернись к нам и расскажи, как там... Как там, чё там, мухохлоп? Чё там, на самом деле, с производством видосиков, да? Мужик. Сюда. Блядь, ещё один мотыль. Знаете, я... Вот одного я, честно говоря, не могу понять. Вообще никак. Зачем они в этой игре, ну, монстры? Пытаются ещё что-то уворачиваться. Вот такой хер. Я не знаю, это, по-моему, абсолютно лишнее. Тут и так... И так со стрельбой специфический геморрой. Пардон за невольные стихии. Они ещё и сквозь стол по мне попадают. Вы же, ты решил эти столы взять с собой? Что понравилось, мразь? Вы все кончились. Зачем вы уничтожили этот суп? Просто ни за что, ни про что, суки, замочили. Хе-хе. О чём я? А, хер знает. Я уже потерялся на пять. А, конец эпизода. Ну, славьте яйца. Хотя, чё, я ещё не успел на чё толком сделать. Потому что, ну, в общем, возвращаясь к теме, записать там это всё херня. А вот сраный рендер, который занимает приличное количество времени. Ну, там, от трёх часов до шести, грубо говоря. А то и до восьми. При одном компе это как бы утомляет. Потому что пока идёт рендер, ты фактически ничего не можешь сделать. Ну, если, конечно, у тебя недостаточно мощная машина. Впрочем, мне что-то подсказывает, что насколько бы мощной машиной у тебя не была, всё равно нагрузка на систему довольно серьёзная. Но в моём случае, поскольку мой комп уже устаревшее говнище, даже включение стрима или ютубской записи какой-нибудь примерно увеличивает время рендера минут так на сорок-шестьдесят. А если, ну, естественно, игры, если ты пытаешься играть ещё и в игры при этом, они беззатейливо тормозят со всех сторон. Ну, и сами по себе, поскольку рендер в основном, нагрузка от него идёт на оперативную память, что неудительно. То ещё играя параллельно в какую-нибудь незамысловатую игрушку, незамысловатую, потому что иначе вообще невозможно будет ни играть, ни рендерить, блин, комп просто умрёт со страху. Мне кажется, оттуда с темнотыща что-то вылезет. То это, считаю, увеличивает время, ну, например, в хардстоунчик. Вот возьмём хардстоунчик. Что я должен сделать по поводу этого всего? Понятия не имею. Если рендер, предположим, занимает 3 часа, ну, предположим, и всё это время параллельно играть в хардстоунчик, что можно делать? Ну, то есть мощность системы позволяет без тормозов это сделать. Но зато скорость рендера увеличивается на... Ну, время рендера, точнее. Какие классные летающие пули. Увеличивается примерно на 3,5-4 часа. Без затей. Что сами по себе... Что само по себе, конечно, люто-бешено доставляет. Так. У меня что-то патроны кончились. Я их как-то так потратил без головы вообще. О, какие люди. Давно не виделись. И хватит мне фонарик выключать каждый блядый раз. Серьезно. Ну и в общем, в свете выше изложенных причин я стараюсь рендер проводить в отрыве от всего остального. В частности, поскольку сейчас мне надо было нарендерить херва кучу, и еще херва кучу надо еще больше, короче, сделать. Сейчас, на данный момент, на момент среды у меня готово... Два я выложил уже. Это я и на эту, и на следующей неделе делаю. Два я уже выложил. Еще три, по-моему, готово. Или четыре? Четыре, кажется, да. Ну да, я сегодня среда, я по три в день делал. Нет, пять. Значит, еще три готова. И еще... Девять надо сделать. Прошло две недели. То есть сегодня три, завтра три, в пятницу три. Я думал в эти длинные ночи под глухой печальный стон ледника. А потом еще и залить все это на YouTube. А учитывая, что YouTube глючит, как сука, последнее время, серваки что-то у него там... кашляют опять. Что-то интересное, что-то начали рассказывать. Мы не ждем его приближения. Мы перестали надеяться, что пройдем. Мы перестали уважать и верить. Фундамент знаний и самонадеянности оказался слишком тонким льдом, и вот он вовсе обвалился. Это все? Опять же, самооординация. Вы слышали что-нибудь про такое? Все они разбрелись пока Аюта, мы перестали верить. Что это за ересь вообще такая? Что речь? Как будто люди в море первый день вообще вышли и лед увидели первый раз в жизни. А до этого жили в Зимбабве, где много-много диких обезьян. И совсем не обязательно тех, что сидят на деревьях. Что сейчас происходит? Что-то мне не нравится. Окей. Как-то, мне кажется, это же неспроста. Блядь, не люблю я такие лифты. А тут какой-нибудь мудлан уже будет стоять, ждать. Ты так долго ехал один этаж? Лепт, ползик. Ну хорошо. Как скажете. Ай, ладно, пофиг. Я похожу с СВТшкой все еще. Сука-то, блядь. Да ёбт, твою мать-то, сдохнуто. И хватит мне фонарик выключать самовольно. Прекращай это делать. Серьезно. И что, собственно, ну и что она включила какую-то херню. А. А, видимо, вот эта дверь теперь открылась. Окей. Блядь, ну кто? Ну, я только что был в этом углу. Откуда ты там взялся? Блядь, тупая. Ну кто так делает? Ну ладно, они из воздуха появляются. Ну почему? Я ненавижу такую херню. Почему нельзя появляться? А. Что случилось со старой, блин, доброй идеей, что враги должны быть изначально расставлены по уровню? Вместо того, чтобы, блин, появляться из воздуха. Это же гораздо лучше. Позволяет вам сбалансировать вашу сраную игру тоже в более хорошем ключе, блин. А когда они просто вдруг откуда ни возьмите, появляются, чтобы... Просто чтобы напугать, как бы, ну или что-нибудь такое сделать, то, блин, ну это получается чушь. Ну то есть как бы бесит просто банально. Может быть не совсем там чушь, конечно. Ну, раздражает. Без затей. Без затей раздражает. Короче, я недоволен. Блин, как пошутый срайф. Странно, что вообще начали появляться враги. Ну вот этот, например, сидел вот здесь. Вот он был там изначально. Вот его посадили. Туда и он сидел. Почему половину... Ну там, я не знаю, сколько. Я не считал, конечно. Часть врагов у вас вот так вот сидит грамотно по углам, блин, зашорена. Заныканы, да? А вот части, ну, вообще никак. Что сейчас происходит? Бля, это я... Блядь, это хирота с текстурами мне уже откровенно надоело, блин. Сука, блин. Реально бесит выпадать в Windows постоянно. Что-то это все на боссов похоже. Главное, обидно, что... Ну там, видюха даже не перегретая. Она просто... Радиатор еле теплый. То есть, как бы, я мог бы подумать, что что-то такое происходит из-за того, что он перегревается от того, что долго работает. Много времени подряд. Но вот хер там было, блядь. Просто вот так ей хочется, и поэтому она выпадает. Вас больше, чем один? Не знаю. Видимо, он один. Это что было? За мостик. Я не знаю. Зачем ты появился, паскуда? Ежу, понятно было по этому помещению, что что-то появится. Но, блин, в этом сюрприза никакого не было. Этот мужик на капитана похож. Сдается мне, что половина моделей... Вообще моделей просто тут очень мало. Было сделано. Что, кстати, странно. Беги в якорную! Я спускаю воду! Окей. Спускай. И он ее даже, кстати, почти спустил. А можно туда наступать? Что мне как-то ссыкотно. Я и так. Ну, где ты был? Нужно сбросить оба якоря одновременно. Иди к другому колесу, жди команды. Жди от этого гудка. Поворачиваем. А зачем это сделать? Одновременно нужно. Окей. Успех. Очевидно. Причем тут, правда, одновременный выброс якоря, я вообще не знаю. Что случится, блядь, если их по очереди вы выкинуть? Да, мне что-то кажется, что ни хера не случится. Вы и так уже встряли. Что еще хуже-то? Если бы вы стояли, ну, там, двигались, я еще могу себе представить, что, возможно, блядь, опять на улицу. Я хочу остаться в относительно теплом корабле. Ну, если бы во время движения вы выкидывали якерь, я еще могу себе представить, что вы его там теоретически можете потерять как-то. Но чтобы вот во время стояния на месте свежо предание довериться с трудом. Так, ну, при ближайшем рассмотрении ничего-то не видно, куда бежать. А когда прекратится вот этот лютый холод? И откуда он появился вообще? Все еще хочется узнать. Эта дверь, что ли? Эти двери хрен заметишь, когда они вот так вот занесены снегом. Очень близко надо подходить, чтобы вообще разглядеть хоть что-нибудь. Ну, что эта дверь? А не просто так. И хватит мне фонарик, блядь, выключать. Окей. Зачем вам на корабле аквариум? Вам что, мало воды вокруг? Еще и такой здоровенный, блядь, что-то какой-то... Какой-то люто пижонский корабль, я так вам замечу. Окей. К чему бы это? Сунь вилку в розетку. Вот к этой двери? Видимо, нет. А к чему тогда? Кто это и за что? Что, кто? За кого я вот сейчас передвигаюсь? Не знаю, но он открыл дверь, молодец. Возьми с полки пирожок. Перестаньте выключать мой фонарик. Сейчас мотыль выскочит. Нет? Странно. А почему этот лед меня не бьет по щам? О. Обычно, когда на лед наступал, было больно. А тут как-то нет. Не больно. Странно. А вот он настигло. А, это у мужика, который спал. Вроде нет. Другой у него что-то. Подъем! Подъем по карабелу! Персонал спустится в нижние отсеки! Вниз! Все вниз! Все в сад, да. А я не хочу. Блин. Ну ладно. Можно в сортире переждать, нет? Возможно, я все правильно сделал. А может быть и нет. Быстрее, шевелимся, быстрее! Двигайтесь на дно, пойдем! Окей, возможно, я сделал все правильно. Иначе я выхватил бы от аквариума. Теперь я могу пройти вот куда. Блядь, без фонарика я ни хера не вижу. Я даже не вижу, есть тут стекло или нет. А, то есть... Окей. Какого... Какого... Персонала спустится в нижние отсеки! Вниз! Все вниз! Ну и что за херня? Да еб твою мать-то. Блядь, на этом этапе игры мне уже, честно говоря, блядь, просто запиздили вот эти вот флэшбеки мугацкие. Мне вообще не интересно индивидуально, что с каждым из них случилось. Кроме, может быть, там капитана, там старткома и все, пожалуй. Вообще насрать. А вот мне интересно, что случилось в целом, блядь. Что за херня происходит, блядь? Я до сих пор ни хера не знаю, кроме того, что они, возможно, блин, встряли в айсберг, а может быть и нет. Я же ни хера не вижу. А потом... Или до того, или потом, блядь, что-то произошло, блядь. А может быть и нет, я же не... Вот именно поэтому меня, блядь, вообще никак не интересуют индивидуальные эти мудаки, блядь. Подъем! Подъем по коробу! Персонал спустится в нижние отсеки! Вниз! Все вниз! Быстрее! 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 Двигайтесь! Сновно пойдем! Так, а можно я не буду получать поеблу, блин, какой-то херней свалившейся сверху? Например, не в ебической сосулькой. Создается мне, что в эту дверь идти можно. Можно почему-то. Я ожидал, что она будет какая-то такая, которая скажет, что тебе... Не-не-не-не-не-не-не, вот сюда тебе нельзя. А что-то дало-то мне это все. Видимо, мне надо идти за ним. Только перед этим кто-нибудь появится. С автоматом обязательно несколько раз. Ну и какого, блядь... Я же все правильно сделал. Что это? What the fuck? Что? Блядь, что? А, а я было... подумал, что... Что за херня? Блядь, что ж так темнота, а? Солнце, спрячься, скотина, я вообще ни хера не вижу. Блядь, как мне надоелить сосуля. Я бы прекрасно обошелся и без сосульей на этом этапе. И что? А. Ну, спасибо, я могу сюда зайти теперь. Охренеть. Дверь, давай ты не будешь сама по себе закрываться. Может быть, я все-таки зайду внутрь сначала, а потом ты делаешь, что хочешь, блядь. Как говорится, хочешь, давай уже как хочешь. А хочешь, так давай. Что это за секретная дырка? Нет, каюта это все прикольно, но как бы... Они должны о чем-то говорить, типа, эти каюты. Ну и что, что каютой? Хер толку, ни лора здесь ничего нет, блядь. Ну какой смысл, типа... Типа, радуйся, что ты просто попал в каюту. Ну очень круто, блин, да. Мы обследовали уже херово целый корабль здоровенный, сука, ледокол, блин. Отлично. Вы в курсе, что у меня вообще нет здоровья никак? Примерно полностью. А толку никакого от этого нет, потому что весь этот ледокол, сука, одинаковый со всех сторон, блин. Полностью очень одинаковый. Зачем я могу зайти в этот сортир, блядь, а пойди и узнаю. Я сейчас сдохну. А может быть и нет. Вероятно, я могу зайти в этот сортир не просто так. А для чего тогда я сюда могу зайти? Понятия не имею. Куда вы мне предлагаете идти? Туда вниз? Видимо, да. У вас, кстати, работающая электрическая аппаратура в каютах меньше, чем, блин, везде. Я бы не отказался увидеть лампочку и подлечиться с нее при этом. Окей. Мужик, да ты едешь. И мы подставляем покорные шеи под затягивающийся ошейник. Еще живые мы становимся частью его безропотной свиты. Окей, это все, что ты хотел сказать? Блядь, пока что этот капитан, блин, представлен просто как фееричный дебил, блин. Который просто, блядь, сделал полную херню, угробил нахер свою команду, блядь, не мог ей управлять, блядь. Сдался, блин, вообще полностью, блядь, или вообще даже специально укокошил, блин, всех. Специально повел на айсберг, блин. И всех нахер убил, блин. И делает при этом полную херню, блядь. И речи, блядь, спичи толкает, блядь, достойный самых лучших обращиков малолетних долбоебов. Ей богу, блядь, на кой, как, что? Я вообще в этой игре должен хоть кому-то сопереживать, потому что у меня пока что все абсолютно, без исключения, все вызывают только лютое бешеное отвращение. Враги, потому что они в меня стреляют, а герои, которых нам показывали с меняемыми, прописанными характерами, более-менее хотя бы, типа Старпом, блядь. И капитан, блин, и бородач этот мудацкий, блядь. Они меня все три бесят, потому что Старпом, блядь, какой-то чмошник, блядь, карьерист дебильный, блядь. Капитан просто дебил на всю башку отмороженный, блядь. А очкастый уебан в спортивном костюме просто какой-то ебанько, блядь, малолетнее тоже. Хотя каждому, блядь, по 50 с хером лет, блядь. А ведут себя, как, блядь, школьницы 12-летней, ёперный театр. Игра уже в корень задрала, блядь, каждые 10 минут стабильно вылетать в Windows. Это меня уже просто люто бешено раздражает, начиная. Слушай, а ты закончиться не собираешься, например? Сколько мне еще шароёбиться по этому кораблю идиотскому? Честно говоря, я, блин, начиналась, игра гораздо лучше, блядь, чем она продолжается. Чем дальше, тем больше ереси вокруг происходит, блядь. Полностью идиотской, блядь, да ёб твою мать-то, сука, ты ебаная, блядь! А можно при появлении каждого странного мотыля ты не будешь, блядь, в Windows вываливаться уже? Блядь, бесит просто, блядь, так, что не передает. Я уже вообще все, нахер, отключу, что можно было отключить, блядь. Это же просто нонсенс какой-то, блядь. Как только что-то резкое происходит, игра тормозит, блядь, и каждый раз норовит выпустить, нахер, в Windows, блядь, с одной и той же ошибкой про текстуры, блядь. Сука, ненавижу этих странах мотылей, блядь. Блядь, поебисты конем, блядь. Жопа, блядь, пошел. Количество врагов, чем дальше, блядь. Слышь, медвед, а ты тут какими судьбами? Что, блядь, на этом сраном ледоколе делает медвед? Или это просто чучело изначально было, или это был живой медвед? В таком случае, какого хера ты тут делаешь, медвед? Чего, блядь, какая пленка? Что? А, ну, наверное, для исследований каких-нибудь там записи. Киноглаз. Шесть серий, что-то там. Дальше не прочитать. Чего, блядь? Окей, надо. У вас кинотеатр свой. Или что? Ну, в смысле, да, у вас свой кинотеатр. Ну, у вас, возможно, как команда уж надо как-то развлекать, правильно? Походы долгие, там, по полгода из серии. Полярная ночь, там. Ну, а ты что-нибудь хочешь сделать, например? Если ты хочешь, чтобы я нажал кнопку, то я бы стою всем это сделал, блядь. Только рука твоя сраная не появляется здесь. Или мне надо пленку взять и повесить туда? Да. Вы даже подцветили мне какую. Ну, спасибо, блядь. Это же просто чудо какой-то новогодний. Завали, блядь, сука. Скоро, блядь. Скоро, блядь, только кошки родятся. Уёбак, блядь, странный. Что тебе ещё, блядь? Надо нажать! Блядь, да шо ж ты хочешь-то отменять? Очевидно, ничего. К жопке пошёл. Зачем мне это всё, эта херня с плёнкой была нужна вообще? Я не знаю. Как всегда, я непонятие... А, дверь пробила. Окей. Знаете, учитывая, что я смотрю ещё до кучи много сериалов, поскольку, блин, во время рендера-то заняться особо нечем, а вот киношку посмотреть вполне можно. То механика флэшбэков меня уже, блядь, вот тут вот сидит. А когда вся игра состоит из странных флэшбэков, это уже, блядь... Это уже вообще... Ну, никуда. Вообще никак. Прекрасный выбор. Интересное кино. Блядь, он ещё по мне попадает при этом. Чё, блядь? И шо вы хотите... Что? Чё это за ересь вообще? Это, блядь, как? Это уже даже не 3D. Это я даже не знаю, как назвать. Конечно, баллоны не взрываются, разумеется. Это просто 4D, блядь, какое-то. Не долго это будет продолжаться. Прекрасно. Забавно, что они вот так могут делать. А может быть мы не будем... Застревать в мебели, например, в мебелях. Нет? Очень классно. Большой эссе. Очень понравилось. Как это с точки... Что, блядь, происходит? Почему... Почему вот эта херня просто произошла, блядь, с экраном сейчас, с киношкой? Почему она просто случилась внезапно, блядь? Какого хера? Что... Откуда, блядь? Да, нет у меня ответа, как всегда, блин. Почему это происходит, блин? Призраки, мистика, что, блядь? Радиация, мутанты, блядь, что? Забавно, что они по мне еще и попадают с миллиона ракурсов. Иди сюда, блядь. Иди сюда, блядь. Отличное время для перезарядки. Хорошо. Окей. Этот ну хотя бы так... Спасибо и на этом. почему правда это совпало все вот таким образом я не ладно последний вышел из дыры в стене окей поэтому этого это мы примем за логику местным допустим чего предыдущие давай делали мне дамаг все остальные которые появлялись на экране я не знаю это конечно смешно было но типа оно смешно только для того чтобы просто быть смешным на какой хер я бы лучше какое-нибудь объяснение происходящего получил и бога вместо просто смешной сцены опять радиация здесь так чему радиация я уже был в реакторе такой хер я сюда опять попал я в этот раз вышел а но этот вообще пробило до защиты реактора сука ты же на вертолете успокойтесь некуда больше спешить ждать осталось совсем немного скоро начнется не знаю это не подконтрольный процесс это нужно уходить как уходить а команда из визы капитана я на это не пойду я тебе помогу пойдем на это вместе через десять минут ждите на верхней площадке такие а сейчас что происходит и вот она рассыпавшись в искры угас чего ёбаный по голове о как все запущено я на другую сторону уже переместился где я что сейчас где я охеренно то есть данка это корабль шикарно просто шикарно блять я и думаю почему все люди такие упыри здесь блин тупорылые блин на всю больную башку блин рада это все равно нихера не объясняю ну или давайте проследим логику окей эта штука убивает я все понял а как где сделать так чтобы она меня не убила нахер не знаю давайте сохранимся и посмотрим ну да здесь очень тепло я кто бы мог подумать мне даже нажимать ничего а эта херня убивает всех кроме меня это плат-поинт интересный выбор блять что-то я неудачное время вызов выбрал чтобы сохранить хватит мне блять экран дергать ебла на кусок и почему блять у меня в руках это сраный ппш бля когда я успел выбрать тоже вообще то что меня радиация лечит меня как бы пугает немножко потому что это говорит о том что главный герой ну царь не настоящий потому что сырали его тогда если его лечит радиация это значит что его породил корабль и блять что-то в этом не все напоминает сериал lost для сначала они херачили флэшбеки а потом начали херачить флэшфорварды так вот в данном случае все было наоборот они начали они херачили флэшбеки а флэшфорварды а потом внезапно флэшбеки где я нахожусь сейчас я вообще ни хера не вижу из этой вьюги можно было как-то вот без нее блять я понятия не имею где она стойте подождите я здесь еще как же я куда же вы я же еще я сейчас я быстро генитально она что так блять а что-то ожидал будет происходить блин вот мне просто интересно когда ты выпрыгнул блять из вертолета что-то думал будет они типа без тебя не улетят да не тебя буду ждать блять а сейчас дебил для страны ненавижу таких героев блять я кольцевая или просто лифты везде одинаковые спасибо конечно ой блять что-то чем дальше тем более я чувствую концовку будет такое лютое адовое говнище что блять это просто не передать словами соответственно сегодня все шарьте лайк эти видео оставляйте ваши так наши книги для жалоба предложения на сексе для комментов внизу подписывайтесь на канал до встречи в эфире граждане